Приветствую вас, друзья. Ждем в свою целевую аудиторию. Какой вот опрос. Сейчас ждем людей, когда присоединятся. Давние велотрансляции. Присоединяются люди. Приветствую всех, друзья. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня вот такая погода чудесная. Смотрите. Сейчас еще подождем людей. Спасибо, если вы поставили лайк и сделали репост еще даже лучше. Тема сегодняшней трансляции. Мешает ли рождение ребенка ведению бизнеса? Вот как считаете? Мешает ли рождение ребенка ведению бизнеса? Если вы мамочка в декрете, вы ведете как-то нормальный проект. Я не имею в виду хайп, который вас кинет буквально через месяц-два и уйдет с вашими денежками. Я имею в виду нормальный опыт, который легальный или проверенный временем. Пока в декрете смотрите, сколько зелени. Это дубовая роща. Это бизнес мешает и напишет. Буквально неделю назад я родила ребенка. У меня была плановая операция кесарево-рощение. Для тех, кто знает, что это очень серьезная полосная операция. Я лежала три дня, вообще не вставала. Но при этом вставать все равно нельзя, а пользоваться мобильником можно. Так я после реанимации уже брала мобильник, даже до родов, перед тем, как меня повезли в операционный зал. Я брала мобильник и делала там посты, потому что все равно лежишь и делать нечего. Вставать все равно нельзя. Делаешь посты, и я каждый день выставляла свои скриншоты, выплат к себе на страницу. Минимум 1-2 поста у меня было. И пока я лежала неделю в роддоме, меня выписали на седьмой день, я заработала более полтысячи долларов. Потому что у меня структура работает. И также были мои личные рефералы, которые проплачивали вход в проект всем миром. Я считаю, что рождение ребенка бизнесу, сетевому бизнесу абсолютно не мешает. Мы сейчас гуляем с моим мужем Борисом Маркеловым, который тоже сетевик, уже 5 лет. И с моим новоиспеченным малышом, который посапывает себе в кроватке. И мы делаем полезные дела. То есть мы с мужем воздухом, ребенок дышит воздухом, крепко спит. А я гружу сториз для вас, для своих любимых друзей и подписчиков. И веду транслят. Делаю сразу два дела. Денег сегодня у меня было уже 45 долларов с утра, как я только проснулась. Сразу на мой кошелек AdWords. Веду я сразу два проекта. Первый проект, в котором я участвую с 2013 года. Вот как раз Инна пишет, сколько вы занимаетесь этим уже. 2013 года, 5 лет, я в проекте всем миром. Структура у меня около 5000 человек. Поэтому там не только я приглашаю, а на полном пассиве учаю. А так как уже получаю на полном пассиве, мы с Борисом взяли другой проект, который называется GMMG. Выплаты идут сразу 100% на кошелек. Вход от 10 долларов. 10 долларов заплатили. Купили одну площадку, пригласили партнера. Сразу получили от него 10 долларов. На 10 долларов пригласили, вообще нечего делать. И вернули свои 10 долларов. Ставите на выплату. Буквально в течение часа выводите на свой кошелек. Конечно, советую сразу заходить на 4 площадки. Потому что я зашла на 3, а партнер мой зашел на 4. Я упустила 10 долларов. То есть сразу советую заходить на 4 площадки. У меня под закрепленной записью есть ссылка. Сегодня я делала пост на проект GMMG. Новый, работает он четвертый месяц. Там 19 тысяч человек. То есть это бомба. И мы проверили, что выплаты идут. И люди любят что-то новенькое. И в проект также охотно идут. Так вы мне не ответили. Только Инна ответила. Бизнесу мешает. А остальные вот нас смотрят 8 человек. Мешает ли бизнесу рождение ребенка или нет? Многие мне пишут в личку. Ой, у меня ребенок, мне некогда. Надо же еще постирать. Надо еще приготовить. Надо посуду помыть. Зачем вы устраняете себе жизнь? У меня есть посудомоечная машина. Скинул сюда. И посудомоечная машина помыла посуду. Стиральная машина есть. Которая стирает белье. Положили ребенка под грудь. У вас есть полчаса свободного времени. За эти полчаса можно сделать несколько постов. В соцсетях. Выставить картинки. Написать сториз. Вообще проблем не вижу. А так как его кормить надо 10-12 раз в день после роддома. То у вас 10 раз по полчаса свободного времени. И кто говорит, что у меня нет времени. Потому что у меня маленький ребенок. Все это чушь собачья. Мешает только правду. Чтобы ничего не делать, Александр пишет. Абсолютно верно. Даже те, кто пишут мне лентяи-партнеры. Которые говорят, что у меня сломался компьютер. Вот в течение недели его починят. Я в роддоме была только со смартфоном и мобильным интернетом. И 95% вашей работы можно делать со смартфона. Компьютер не нужен. Да, какие-то расширения вы не сможете загрузить или дать рекламу. А так до 5% можно работать. Так что кто хочет с нами в активную команду, лидерскую команду, в проекты, которые сейчас рулят. Один проект временем с 2011 года работает и будет еще работать, что хватит на ваш век и на век ваш детей. Второй GMMG. Если есть возможность рубить деньги, я считаю, что надо их рубить. Мои ссылочки вы найдете в закрепленной записи, также под закрепленной записью. Если у вас будут вопросы, пишите мне в личку. Всем пока-пока.